Прошедшие дожди навредили вишни и черешни. Плоды быстро портятся, а еще дожди спровоцировали рост болезней и вредителей. Прогнозы на урожай узнавал Юрий Черневский. Черешню с вишней атаковали дожди. Казалось бы, влага для растений очень даже хорошо. Однако не в таких количествах, говорят аграрии, шедшие всю прошлую неделю дожди, подпортили не только урожай косточковых культур. Досталось крыжовнику, малине, смородине и абрикосам. Из-за избытка влаги плоды потеряли товарный вид, потрескались, лопнули и непригодны для длительного хранения. К сожалению, вот эта продукция, которая попала под осадки, она непригодна к экспорту. Качество ее не позволяет на длительные расстояния транспортировать. Эта часть продукции, в том числе на местном рынке, увеличила объем предложения. Вы видите, снизились цены, в том числе и на косточковую культуру, и на вишню, и на черешню, и на другие виды продукции. Объемы большие, покупательский спрос он ограничен, и поэтому необходимо реализовать. Экспортно-ориентированные предприятия несут убытки. Вести такой урожай за границу рискованно. Единственный вариант – срочно реализовать на внутреннем рынке. Сейчас у аграриев не только урожайная пора, но и сезон незапланированных затрат из-за дождей. Сегодня аграрии интенсивно проводят мероприятия по борьбе, во-первых, с болезнями, по борьбе с так называемым зеленым пожаром, потому что сорняк тоже чувствует себя очень хорошо, не развивается довольно активно. Это снивелировало действия, в том числе и ранее примененных дербицидов. Возможно, потребуются дополнительные обработки. Как против сорняков, так и, это уже точно понятно, против болезни и против большинства вредителей. Плоды, ягоды и многие овощи очень чувствительны к излишней влаге. Резкий рост температуры, который прогнозируют уже на ближайшие дни, ситуацию не исправит. Такой контраст спровоцирует быстрое испарение влаги. Получится парниковый эффект. Опять же, это идеальные условия для развития болезни. Что же касается зерновых, то здесь ситуация не катастрофическая. Колоссия сформировались. Но рекордов в этом году урожай не поставит. Я думаю, что на уровне среднем многолетних данных нет предпосылок для рекордных урожаев. И нет фиксированных площадей, где есть гибель зерновых колоссовых. В Минсельхозе говорят, многое будет зависеть от дальнейшей погоды. Сейчас полями и огородам нужны тепло и солнце. Желательно бескрайностей. Юрий Чинявский, ТСВ.